Пандемия, санкции, простые заемщики по кредитам оказываются в сложной ситуации, когда нет возможности продолжать выплачивать кредиты. Иногда банки действительно прощают долги заемщикам. В каких случаях, кому, расскажу сегодня в этом видео. Я Игорь Полицаев, юрист, руководитель юридической компании. Помог списать своим клиентам долгов на сумму более 350 миллионов рублей. Лично участвовал более чем в 4000 судебных заседаниях. Подписывайтесь на этот канал и получите шаблон сохранения прожиточного минимума от списания судебными приставами. Для этого нужно в комментарии к ролику написать слово шаблон. Итак, иногда банки идут на уступки, а некоторым должникам даже могут простить кредиты. Скажу сразу, такое случается не часто, как бы этого не хотелось. И такая мера распространяется не всегда и не на всех, но попасть под нее можно. В банках есть регламентированная практика списания проблемных кредитов и долгов. Для каждого финансового учреждения она индивидуальна. При расчете внутреннего баланса и достаточности собственных активов, банк обязательно учитывает риски роста объема займов, которые повисли как невозвратный. Невозвратный долг банку не выгоден. Под него приходится держать резерв. По сути, сумма блокируется и не приносит прибыли кредитору. Первый случай, когда банк может простить долг, если сумма займа небольшая. Кредитору легче урегулировать вопрос в досудебном порядке, так как траты на суд могут быть выше суммы долга. К примеру, если вы нужны банку 5000 рублей, банк может не обращаться в суд, так как расходы на юриста составят около 10 тысяч рублей. И не факт, что суд их взыщет с вас обратно. Однако, мы не раз слышали историю о том, что политика в банке может измениться. Или банк продаст долги и сумма из 5000 превратится в 50. Поэтому, не заплатив небольшую сумму, должник в надежде получить списание долга, может получить еще большую сумму. Рассмотрим второй случай списания долга, когда банк может частично простить долг, например, составив новый график платежей. А проценты по кредиту и неустойки простить. К примеру, если вы должны 1 миллион рублей, банк может предложить простить вам долг, если вы единовременно внесете сразу 800 тысяч рублей. Внимание! Банк может пойти на уступки в случае, если заемщик умер, пропал без вести или стал недееспособным. Но и здесь множество нюансов. Если, к примеру, у умершего кредитора есть наследники по долгам, то платить их будут они. Рассмотрим еще такой вариант списания долга. Долг может списаться по истечению срока исковой давности, который составляет 3 календарных года. То есть, если должник перестал платить по кредиту, а сам банк не обращался в суд на протяжении 3 лет, если, к примеру, в сентябре 2016 года вы перестали платить по долгам, то если кредитор после сентября 2019 года подаст заявление в суд, вы можете заявить о пропуске срока исковой давности. Однако, не все так просто. И 3 года считается от каждого последнего платежа по графику. То есть, если вы не заявите в суде о пропуске срока, то долг не будет списан. Итак, в любом случае, опираясь на опыт, советую не рассчитывать на уступки финансовых организаций и не надеяться на то, что долги сами с собой исчезнут. А что же делать, если нет возможности списать все долги? Нужно обратиться к самому надежному способу. Федеральный закон номер 127 о банкротстве. Но прежде чем списывать долги, этим способом вы должны узнать обо всех подводных камнях, о которых вам не расскажут юристы. Для этого просто нажмите на появившийся на экране ролик. С 2015 года я со своей командой обнуляю долги закону. Поэтому знаю обо всех рисках, нюансах данной процедуры. И если вы захотите узнать, подходит ли вам процедура банкротства, вы можете оставить заявку на бесплатную консультацию по ссылке под этим видео. Пока!